На прием к психологу пришли супруги, прожившие в браке уже 15 лет. На вопрос психолога, в чем их проблема, жена начала гневную тираду обо всем, что ее не устраивало за все эти годы. Она говорила уже полчаса, не замолкая ни на минуту. Наконец психолог встает, подходит к женщине, обнимает ее и страстно целует. Психолог повернулся к мужу и говорит, «Вашей жене это нужно хотя бы три раза в неделю. Справитесь?» Мужик задумался, а затем отвечает, «Ну, я могу привозить ее сюда по понедельникам и средам, но в пятницу я играю в футбол». Телефонный звонок в квартире. Подходит собака, пастью снимает трубку. «Гав! Алло! Гав! Алло! Ни черта не разберу, повторите по буквам!» Геннадий, Алексей, Владимир. Гав! Один мужик в заводской столовой заказывает окрошку, а ему отвечают, что закончилось. Петрович последнюю тарелку забрал. Но он ищет взглядом Петровича и видит, что тот уже пообедал, но окрошка нетронутая стоит. Но он подходит и спрашивает, «Петрович, а ты что, окрошку не будешь?» Петрович отвечает, «Да нет, угощайся». Мужик обрадовался и начал лакомиться. Выхлебал пол тарелки, видит, на дне дохлая мышь лежит. Но он мгновенно все обратно в тарелку и выблевал. Петрович на это смотрит и говорит, «Ну да, я тоже примерно после половины тарелки заметил». Разговаривают русский батюшка, арабский мула и еврейский раввин о том, как они делят пожертвования прихожан. Что себе, что богу, батюшка говорит. «Я рисую вокруг себя круг и подбрасываю монеты вверх. Что упало в круг, то богу. Что вне круга, то мне». Мула. «Я тоже рисую круг и подбрасываю монеты. Что в круг упало, то мне. Что вне круга, то богу». Равин. «Я просто подбрасываю монеты вверх. Что бог успел поймать, то ему. Что не успел, то так и мне». Неопытная молодая гадалка нагадала Василию два года без секса. Но Василий не растерялся и тут же дважды доказал ей, что она шарлатанка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова